Здравствуйте, я рад приветствовать вас на моем канале. В данном видеоролике мы рассмотрим, как управлять Ардуино, используя Bluetooth. В частности, я расскажу, как управлять стадиодами со смартфона. Для этого нам понадобится Arduino Nano и макетная плата. Я использовал модуль расширения от компании Fanduino. Также нам понадобится Bluetooth HC06. Его вид видите сейчас на экране. Он имеет 4 контакта для подключения, в отличие от модуля HC05. Также нам еще понадобятся светодиоды. Я использовал такие вот модули, как вы видите сейчас на экране. Но обычные светодиоды также подойдут, но при их подключении понадобится резистор. Все это необходимо собрать по схеме, которую сейчас вы видели на экране. Приступим к сборке. При подключении Bluetooth не подключайте пины RTX и RX, потому что вы не сможете залить скетч в Ардуино. Подключите их после прошивки. Приступим к написанию скетча. Для работы с Bluetooth модулем необходимо создать переменную, в которую будут записываться данные из сериала. Назовем ее Val. Также создадим переменную для светодиодов и определим, к каким пинам они будут подключены. Необходимо использовать цифровые пины. После этого перейдем к функции Setup. Здесь укажем скорость последовательного порта. Необходимо установить скорость в 9600 и перейти к настройке контактов Ардуино. Для настройки необходимо определить нужные нам пины как Output или Input. В нашем случае определяем их как Output или же Выход. После этого необходимо перейти к функции Loop. Первым делом необходимо проверить, доступен ли нам монитор порта, он же Serial. Делается это при помощи условия If и функции Serial Available. То есть, если мы получаем какие-либо данные, то при выполнении программы будет выполняться содержимое этого оператора. Теперь переменной Val присвоим значение, которое мы получаем из монитора порта. Делается это следующим образом. Переменной присваивается то, что получает функция Serial Read. После этого можно переходить к следующему шагу. Нам необходимо сравнить значение переменной Val со значением, которое мы задали. Сравним Val с единицей, и если оно совпало, то команде DigitalWrite напишем Hide, чтобы включить светодиоды. Аналогично можно и выключить светодиоды. Действия аналогичны действиям из примера выше. Сравниваем Val с нулем и после выключаем светодиоды. За это отвечает команда Low в скобках у оператора DigitalWrite. Val можно сравнить не только с числовыми значениями, но и с символными. Для примера напишем, как включить и выключить светодиод по аналогии с предыдущими примерами, используя символные значения. Не обязательно включать светодиоды одновременно. Их можно включить по очереди. Самый простой способ – это задать задержку между включением. За задержку отвечает функция Delay. В скобках этой функции необходимо указать значение в задержке в миллисекундах. Это значит, что после выполнения какого-либо действия пройдет 800 миллисекунд, прежде чем выполнится следующий. Аналогично включению и выключим светодиоды по очереди. Рассмотрим, как включить все светодиоды по очереди, используя цикл. Это необходимо, если у вас большое количество устройств. Для простоты создадим переменную таймеру и присвоим ей значение 80. Это будет время задержки между включениями. Далее нам необходимо создать массив, в котором укажем, к каким пинам будут подключены светодиоды. И создать переменную, в которой присвоим количество элементов массива. В нашем случае это переменная pinCount. И мы ей присвоили значение, равное 3. Дальше нам необходимо запустить цикл, в котором укажем, сколько раз будут включаться наши светодиоды. Цикл застартует с количества 0 и до 150. То есть 150 раз наш цикл пройдет свою жизнь. После этого нам надо запустить еще один цикл, в котором мы уже будем делать прогонку по нашим контактам. То есть от 0 до пина, который равен 3, мы указали число это, и увеличиваем на единичку. То есть наши пины будут получать питание и включать светодиоды. Вот. В DigitalWrite мы указываем номер пина, который будет включаться. И после указываем задержку со значением в скобках таймер. А таймер мы указывали 80. После того, как произошел таймер, мы выключаем наш светодиод. И это действие будет происходить 150 раз. Не обязательно указывать так, просто я показал это для примера, что можно сделать. Приступим к проверке работоспособности. Для этого нам нужно скачать приложение, через которое будем осуществлять управление. Я скачал Arduino Bluetooth контроллер. При первом запуске этой программы появятся информационные сообщения, которые пропускаем и в конце жмем ОК. После этого приложение запросит у вас некоторое разрешение. Необходимо согласиться, чтобы иметь возможность полноценно использовать его. После того, как вы согласились, приложение начнет поиск доступных устройств. Это может занять некоторое время. В списке Available Devices выбираем наше устройство. При наклике по нему мы подключаемся к нему. И при первом подключении к модулю потребуется ввести пароль. Стандартный пароль для всех модулей это 1, 2, 3, 4. Потом запустится процесс подключения к модулю. Приложение даст вам возможность выбора из 4 режимов работы. Нас интересует режим терминала. В данном режиме мы можем отправить команды нашему контроллеру как SMS сообщение. К примеру, отправим число 1 и проверим результат выполнения. Как видите, все стадиоды одновременно зажглись. Теперь проверим обратно. Как видите, все стадиоды выключены. Далее проверим работу со справкой букв. Отправим латинские S, а затем A. Стадиод включится и выключится согласно тому, как мы прописали в коде. Далее проверим поочередное включение и выключение стадиодов. Для этого отправим G для включения и O для выключения стадиодов. И наконец проверим включение наших светодиодов при помощи цикла, отправив букву B. Как видите, все работает, огоньки мигают. Когда цикл пробежит 150 раз, он прекратит работать с светодиодами. Благодарю за просмотр, подписывайтесь, впереди много интересных видеороликов. Если возникли какие-то вопросы, то буду рад ответить на них в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok